Всем привет! Сегодня поговорим с вами о приготовлении маточного раствора для удобрения под микрозелень. Не только под микрозелень, и под беби-лифы. И также это удобрение можно использовать для томатов, либо перцев, огурцов. У меня и томаты черри, и перцы сейчас растут без проблем. Именно на народном удобрении. Начнем с того, для чего вообще надо удобрять нашу микрозелень. Сразу скажу, если вы выращиваете для себя, чтобы покушать, такие культуры как редис, подсолнечник, горох, руккола, брокколи, крес-салат. В общем, все зеленые культуры, которые растут до 10 дней, для них удобрение не нужно. Минеральные комплексы для них не нужны. Они растут прекрасно на воде. Да, они будут не такие красивые, как, к примеру, на удобрении, но для себя вполне хватит. Вам не на выставку с ними ходить. Если же вы продаете микрозелень, либо вы выращиваете такие культуры, как базилик, редис ред коралл, горчица, красный мустанг, амарант, мизуна, щавель, мелиса, мята, в общем, все цветные и долго растущие культуры нуждаются в питании. Питание это должны мы им дать вместе с нашей водой поливочной. Я думаю, с этим мы разобрались, для чего нужно питание. Дальше. На рынке можно сейчас приобрести уже готовые компоненты для приготовления маточного раствора. Есть разные производители. Одна, двух, трехкомпонентные. Ну, обычно это двух, либо трехкомпонентные растворы для приготовления, которые вы смешиваете в определенном порядке и поливаете. Но мы же с вами говорим о приготовлении собственноручного питательного раствора. Для этого нам понадобится всего два компонента. Акварин хвойный и селитра кальцевая. Вот они представлены. Один и второй. Почему только эти компоненты? Для первого месяца роста достаточно вполне их. Если, конечно, мы выращиваем, ну, ягодные культуры, либо салатные культуры, либо это овощи, то придется все-таки добавлять. Ну, не обязательно, кстати, растут и на этих. Такие, как нитраты калия, такие, как аквамиксы дополнительные, бор, магний и так далее. То есть это нужно для дальнейшего роста. Ну, под микрозелень это не надо. Поэтому покупаем в садовых магазинах, либо на маркетплейсе выписываем селитру кальцевую. Производитель буйские удобрения. Можно поискать другого производителя. Главное, смотрите на вот эти характеристики. Азот 14,9% и кальций 27%. Вот такие пропорции нам нужны. И то же самое с акварином хвойным. Тоже буйские удобрения. Акварины бывают разные. Хвойные, ягодные, плодовые, там их много видов. Нам нужен именно хвойный. Потому что, опять-таки, НПК, вот эти характеристики, которые я вам сказал, в хвойном самые подходящие именно для нашего питательного раствора. Так что берем. Они бывают вот в таких ведрах. Сейчас на маркетплейсах можно найти в пакетах полиэтиленовых. В общем, упаковка не важна. Главное, чтобы это был акварин хвойный. И селитра кальцевая. Берем бутылированную воду. Можно взять дистиллированную воду, как я сделал. Продается она также в любых автомагазинах. Стоят они 30 рублей. Бутылка не так дорого. Нам ее хватит на очень долго. Я вам серьезно говорю, если у вас там небольшая ферма. Две бутылки и наши минералы. Я заранее отмерил по 200 грамм каждого компонента. Одного и второго. 200 грамм компонента на полтора литровую бутылку. Это у нас будет маточный раствор, так называемый. Дальше эти компоненты нам нужно перемешать. Берем воронку и засыпаем первый компонент. После того, как компонент засыпали в бутылку, его надо перемешать. Просто трясем. Очень годный вам лайфхак. Перед тем, как засыпать компонент в воду, воду нужно подогреть. Рядусов до 50-60. Тогда перемешивать будет намного проще, чем в холодной воде. Перемешивая, смотрим, чтобы не было осадка. Обязательно перемешиваем полностью. Осадка нет. Так же поступаем и с второй бутылкой. Точно так же перемешиваем. После того, как компоненты перемешали, надо долить бутылочки до краев. Итак, наш маточный раствор готов. Компонент А, компонент Б. Почему сделали вот так, а не смешали все в кучу? Это очень просто. Данные компоненты не вступают в реакцию между собой. То есть, если сыпать акварин хвойный и селитру кальцевую вместе и пытаться их размешать, ничего не получится. Именно поэтому два компонента, две бутылки. Теперь, для того, чтобы дать питание нашей микрозелии, нам нужно взять каждого компонента по 3 мл на литр. Примерно вот с такой дозировки. Чтобы более точно определить, да и вообще не то, чтобы более точно, а, скажем так, обязательный прибор для выращивания микрозелени, это TDS-META. Он вот так выглядит. Они бывают разных типов, разных производителей. Цена от 200 рублей до 15 тысяч. То есть, я купил вот такой Xiaomi за 1000 рублей. До этого у меня был какой-то тоже китайский за 700 или за 500 рублей. И сломался. В общем, разницы нет. Покупаете, они плюс-минус все одинаково показывают. Данный прибор нам показывает количество солей в воде. Нам нужен показатель для микрозелени где-то 500-600, в крайнем случае 700 ppm. Для таких культур, как базилик, щавель, мелиса, мята, там уровень ppm нужно повысить до 1200-1300. Потому что растения уже довольно большие, крупные. Листья у них уже вылезли настоящие. Поэтому им питание нужно больше в два раза. Итак, что мы делаем? Мы берем каждого компонента по 3 мл, вливаем в литр воды, измеряем нашим ТДС метром. И у нас должно получиться где-то 600-700 ppm. Этого вполне достаточно. Высчитывая, сколько раствора вам надо. Ну, к примеру, там, сажаете вы 10 лотков. Вам хватит, ну, 2-3 литров на полив без проблем. Вот считайте, сколько вам этого маточного раствора хватит. У меня два стеллажа стоит, два бака по 120 литров. У меня вот эти бутылки уходят за 5 дней. В общем, надо как-то уже побольше емкости взять, руки не доходят. В общем, поливаем точно так же, как водой. Вы поливаете, либо вы корабликом берете бокс, опускаете в воду его и ставите обратно на стеллаж, там, либо подсветку, да, там у вас. Либо у вас автополив, добавляете этот раствор себе в поливочный бак. В общем, на ваше усмотрение. Ну, обычно для домашнего использования такой-то тазик. Заливаете туда воды, добавляете туда раствор и в него уже опускаете боксы с микрозеленью для полива. Также еще есть один прибор, это pH-метр. Он нужен для измерения кислотности нашей воды. Но, скажем так, для выращивания микрозелени это не особо имеет роли, так как воду, если мы используем водопроводную с магистрали городской, то там уровень pH обычно 5,5-6,5 в этом районе держится. Нам этот вполне уровень подходит. Если он не сильно обклоняется, то ничего страшного, наши растения не успевают никак среагировать на кислотность воды, повышенную либо пониженную, потому что они растут в короткое время. Если вы растите зеленые, культуры салатные, допустим, которые растут там 30-45 дней, либо овощи выращивайте на гидропонике, которые растут долго, месяцами, то там надо контролировать и уровень pH, и ppm, это строго, конечно. Там уже используются и дополнительные тульфаты, магния, и аквамиксы, и бор, и железо. В общем, там целый комплекс такой для удобрений нужен. Итак, тезисно. Повторим, что нам нужно для создания народного компота. Акварин хвойный, селитра кальцевая, чистая вода. Каждого компонента по 200 грамм на полтора литровую бутылку. И, как говорил агент 007, сболтать, но не смешивать. Шучу, смешивать тоже. Надеюсь, у меня получилось вам объяснить, как приготовить народный компот для питания микрозелени и бэби листов, и овощей, и салатов. Кстати, для того, чтобы выращивать салаты, либо овощи, вполне достаточно того, чтобы увеличить ppm вот этого же раствора. С 600 до 1200-1300. Ну, конечно, будут проблемы, будут проблемы с плодами, будут с цветоношением, с плодоношением проблемы. Но растить можно. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. Также подписывайтесь на мои социальные сети. Там я ежедневно рассказываю, что у меня происходит на моей сети ферме, как я продаю микрозелень, как я ее выращиваю, какие бывают сложности, как я с ними справляюсь. В общем, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока!